Встреча Николая Любимова с журналистами состоялась в Большом зале правительства Рязанской области. На ней присутствовали и задавали свои вопросы не только городские СМИ, но и представители районных телерадиокомпаний и изданий. Первый вопрос, который услышал временно исполняющий обязанности губернатора, касался ремонта дорог. Журналисты поинтересовались, возможно ли в регионе улучшение ситуации до такой степени, чтобы отремонтированная асфальтовая поверхность смогла прослужить на протяжении гарантийного срока. Мы пошли на небольшое удорожание контрактов, для того, чтобы как раз постараться с эластичными новыми материалами, которые наши предприятия выпускают, этот ремонт осуществить. Для того, чтобы дорожное полотно было эластичнее, но могло выдерживать все нагрузки температурные и так далее. Для меня важно, чтобы мы постепенно, конечно, за один год мы все не отремонтируем, это нереально, но качественно ремонтировали все дороги, которые у нас есть. Потому что дорожное полотно, конечно, у нас в области еще пока оставляет желать мягкую рожать лучшего. Эта тема одна из главных будет в моей деятельности. Николай Любимов отметил, что в этом году достаточно денег на ремонт дорог. В том числе будет осуществляться поддержка из федерального бюджета. Он также подчеркнул, что для создания хороших дорог необходимо вести контроль за качеством строительного материала и готового покрытия посредством лаборатории, представители которой в случае выявленных нарушений будут сразу вносить коррективы и заставлять подрядчиков исправлять ситуацию в лучшую сторону. Николай Любимов отметил, что лично будет контролировать деятельность профильного министерства, которое обяжет к соблюдению всех необходимых условий по контролю за строительством и ремонтом дорог. Следующий вопрос на пресс-конференции был посвящен не менее важной проблеме. Как известно, в регионе существует ряд незавершенных строительных объектов, заложниками которых стали несколько сотен рязанцев. В частности, жилой комплекс «Экополис», подрядчик которого, по словам Николая Любимова, не отказывается от строительства. К тому же, временно исполняющий обязанности главы региона пояснил, что сейчас ведутся переговоры с еще одним подрядчиком, который готов полностью взять на себя строительство объекта. Название фирмы пока не разглашается. Ситуация пострадавших в таких случаях граждан не является безвыходной. Таких случаев много очень. И государству, и муниципалитету приходится нового инвестора искать, а это влечет за собой либо разрешение на увеличение этажности, пристройку проекта, либо новые участки приходится отдавать. Но мы готовы тоже вместе с муниципалитетом на это пойти, только для того, чтобы проект продолжался, и люди получили то, что они должны получить от застройщика. Естественно, эту тему я тоже на контроле буду держать, для того, чтобы она не развивалась дальше, для того, чтобы люди все-таки смогли получить конкретное представление о сроках. Пока мы тоже не можем сказать о том, какие будут сроки для окончания и завершения этого строительства. Но обязательно мы сделаем все возможное, чтобы люди получили свои квадратные метры и квартиры. Несмотря на то, что Николай Любимов сравнительно недавно приступил к обязанностям в нашем регионе, за это время он вошел в курс последних событий. Большую роль сыграли поездки по районам области и его встречи в Рязани. Также был задан вопрос, каких представителей СМИ предпочитает Николай Любимов для того, чтобы узнать новости региона, и какие источники считает самыми объективными. Прежде всего, конечно, через интернет. Прямо скажу, наша пресс-служба и дайджесты готовит однозначно. Причем выбирают, я сразу скажу, выбирают все. То есть нет выборок каких-то позитивных одних. Мне и негатив туда, который есть, однозначно помещают. Второе, конечно, это телевидение на втором месте. Третье – это печатные издания. Печатные издания просто времени надо больше. Телевидение получается только либо вечером, либо там выходной. Ну, конечно, и город смотрел, и ТКР смотрел, и другие наши телеканалы, которые выходят в меньшем объеме. На пресс-конференции поднималась тема развития бизнеса, выработки стратегии развития региона именно в этом сегменте. Большое внимание Николай Любимов уделил вопросу здравоохранения. Он отметил, что сейчас ведется работа по оптимизации обслуживания в поликлиниках, в результате которой в учреждениях исчезнут очереди, а на прием к специалисту попасть будет легко. Эта модернизация происходит по примеру других городов, где она уже сработала. Сохранение памятников архитектуры и улучшение городской среды – эти вопросы не менее важны. Николай Любимов отметил, что при необходимости будут выкуплены частные территории для создания в городе скверов, поскольку места в Рязани для зеленых зон становится все меньше. Другие вопросы касались улучшения экологии, отопления в жилых домах и других проблем. Николай Любимов отметил, что его стратегия рассчитана на то, чтобы Рязань через несколько лет вошла в топ-10 лучших российских городов. На пресс-конференции были заданы и личные вопросы. Николай Любимов ответил, что его семье нравится в Рязани. Дочка в ближайшее время, скорее всего, будет заниматься спортом в Академии тенниса имени Озерова и начнет обучение в Рязанской художественной школе, переведясь из Калужской. Рязанской художественной школы, переведясь из Калужской.